Здравствуйте. У меня к батюшке очень такой вопрос, который меня, ну, как говорит, сейчас волнует. Я как воцерковляюсь, и поэтому жизнь сейчас приходится пересматривать, как говорится, заново. И вот хотела бы узнать, как вот батюшка относится вот к символам, те символы, которые сейчас у нас, как говорится, встречаются в Библии. Ну вот, например, число зверя, к этим 666, как их вот можно трактовать? Потому что сейчас, если купить продукты в магазине, там штрих-коды, говорят, тоже считаются как три шестерки. Ну, карточки там наши, например, банковские, тоже три шестерки. Есть ли это, ну, как, соответствует ли это действительно действительность? И как вот это можно понять для такого человека, вот как я, который, ну, еще не все так понимает? Спасибо за вопрос. Такая большая тема какая. Ну, я постараюсь ответить не очень пространно. Значит, само по себе 666 — это просто цифры. Скажем, в Библии есть страница 666, да. И мы эту страницу из Библии не вырываем. Мы Библию читаем всю сплошь, в том числе даже эту 666-ю страницу. Или где-нибудь едешь по трассе 666-й километр. Ну и что? Можно перекреститься и ехать дальше спокойно. Потому что Господня Земля — все от Бога. То, что в Апокалипсисе сказано, что перед пришествием Антихриста и при его временном воцарении, таком, ну, таком мнимом в духовном плане будет, он будет использовать эту цифру для нанесения на лоб и на правую руку. Это, да, сказано, эти слова есть в Священном Писании, которые нас должны трезвить, бодрить. То, что вы спрашиваете сегодня, скажем, о штрих-кодах, о карточках, то, вот, так скажем, то, что говорят старцы и как наша церковь учит в целом, что это, знаете, некоторые маленькие ступеньки к принятию печати Антихриста. Но это еще не есть сама печать Антихриста. То есть это, как бы, в целом, ну, негативное явление, его нельзя, наверное, назвать положительным, но это такой допустимый компромисс, на который мы еще идем. Значит, где церковь станет категорично, чего точно нельзя брать, когда, неважно, эти штрих-коды, чипы или что-то там еще, будет вживляться в сам наш организм, скажем, в нашу руку, в наш лоб, в наше тело. Вот там мы стоим очень категорично. Скажем, сегодня у нас самая большая опасность, наверное, это наш мобильный телефон. Но обратите внимание, мы все им пользуемся. Да, кстати, мне его надо выключить, да. Да, 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 его носим с собой. И он, наверное, больше всех скачивает о нас любую информацию, потому что мы все звонки делаем. И искушения всяческие. Да, и разные искушения. Вот поэтому, если говорить об этой опасности, то, наверное, мобильный телефон сегодня самая большая опасность. Хотя мы тратим деньги, чтобы его купить. Тратим деньги, чтобы его, ну, значит, самое... Он у нас был в рабочем положении. Но, согласитесь, сегодня есть такие, которые обходятся без мобильного телефона. Ну, молодцы, хорошо. А у кого-то не получается обходиться без мобильного телефона. А у кого-то это вся жизнь там просто. Да. Ну, конечно, там надо тоже иметь чувство меры. Какую-то грань переходить нельзя. Потому что сегодня действительно есть такое, что некоторые уже живут в сети больше, чем в этой реальности. уже, да, в сетях, чем здесь. Это, конечно, уже такое, ну, плохое состояние внутреннее, духовное. То есть церковь-то призывает все время бодрство, трезвиться, быть все время реалистом, а не уходить в какой-то иной мир такой вот, знаете. Вот поэтому я вам могу ответить так, что церковь уже сегодня заявила твердо. Эти вопросы ставились, и было определение и Синоды, и Архиерейский собор, что как только будет касаться лично нашего тела, мы стоим в твердой позиции. Ни за что там уже не поддаемся. Пока это все на какой-то карточке, это чип или штрих-код, или вот там мобильный телефон, или еще какие-то устройства, которые вне нашего тела. Ну, вот это такой компромисс пока идет, да. Может быть, допустимый, хотя мы не говорим, что это здорово. Такому тоже не произносим. То есть в них есть определенная угроза, о которой тоже очень много сказано. Ну, скажем, мобильный телефон — это техническая, вообще-то, как бы разработка, которая может принести и пользу, а может принести и большой вред. Как и телевизор, компьютер, вообще все остальное, да.